Показать свои инновационные проекты всей стране, найти новых друзей, коллег и единомышленников. В Самарской области на поляне Мострюковских озер стартовал юбилейный десятый по счету молодежный фестиваль Иволга. После большого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, самые талантливые и креативные юноши и девушки вновь собрались вместе под открытым небом. Я вообще в принципе сюда приехала для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, набраться опыта, потому что мне кажется, при взаимодействии с людьми ты начинаешь получать какую-то невероятную мотивацию, заряжаешься энергией, потому что здесь все ребята очень классные, очень активные, все доброжелательные. Мы правильно питаемся, мы занимаемся спортом и мы обязательно, конечно, прокачиваем в первую очередь себя и свои личностные качества. В этом году участники форума пройдут образовательную программу, которая включает в себя 9 профильных смен. «Мой народ», «Управляй будущим», «Делай дело», «Миссия добро», «Место жительства», «Творческий процесс», «Лаборатория практика», «Детская Иволга» и «Государственная молодежная политика». Ключевым нововведением 10-го юбилейного форума является сквозная тема «Единство народов России», которая встроена в каждую образовательную смену. Помимо того, будет организовано соответствующее брендирование форума и тематические окружные мероприятия. Фестиваль рестораторов-реконструкторов, окружная этновыставка и этномаркет, фестиваль народных культур. Кроме того, в программе предусмотрены тренинги, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные и межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки, инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней. В этом году мы пригласили на форум «Иволга» ряд федеральных спикеров, которые служат ролевыми моделями для всех молодых людей с инвалидностью и без «Как быть успешным». У нас и живопись есть, и роспись значков, и плечения фенечек, и жонглирование, и все, что сделают ребята. Любой человек с этого форума, который захочет прийти познакомиться с нами, познакомиться с инклюзией, с нашими ребятами, унесет частичку с мастер-класса с собой на память об этом замечательном форуме. Авторы лучших проектов получат финансовую поддержку для реализации своих идей. В этом году грантовых конкурса два – окружной и всероссийский. В рамках первого три направления – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и этнокультурное многообразие и единство народов. Победители смогут получить грант до 500 тысяч рублей. В рамках всероссийского – 15 направлений. На поддержку своих инициатив у резидентов форума есть возможность выиграть до полутора миллионов рублей. Я приехал презентовать свой проект «Автономика». Мы уже прошли, посмотрели по спискам в финальную стадию. 26 числа уже будем защищать проект и получать финансирование на него. Молодежный форум ПФО проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором выступает правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Дерзайте, творите, оставляйте яркие эмоции на всю свою жизнь. С открытием, Иволга! Мне хочется пожелать вам замечательной творческой работы, чтобы вы вышли отсюда с приобретенным багажом знаний, с дружбой, с новыми командами, с новыми друзьями. Ну и закончится, мне хочется, свое выступление словами, которые так часто звучат на этой поляне. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Поздравить участников форума в день открытия приехала глава Самары Елена Лапушкина. Все креативные идеи, все самые современные идеи, конечно, идут от молодых людей. Они и видят пространство по-другому, они и проблемы наши оценивают совсем по-другому. Иногда предлагают такие решения, которые нам, к сожалению, были не видны. Они нас подталкивают в совершенно другом направлении, абсолютно правильно, абсолютно современном. И, конечно, хочется за день идти и воплощать их идею в жизнь. В день открытия участники, гости и зрители стали свидетелями танца шаманов, который разбудил Иволгу. Пришли в восторг от невероятных декораций и музыки в стиле фанк. А также познакомились поближе с историей форума и смогли лицезреть дефиле участников регионов. Хэтлайнером первого дня стал музыкант, блогер и актер Ваня Дмитриенко. 16-летний юноша раскачал поляну и зарядил всех гостей хорошим настроением. Ты не раяю Питер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите. Что? Ты не раяю Питер, ты Москва, я Питер. На одной орбите. Торжественное закрытие окружного молодежного форума ПФО «Иволга» состоится 28 июля. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители. Анатолий Головко, Константин Головин. События.